Доброе утречко! У нас сегодня чудное утро. Такое субботнее солнышко светит. Долго искала в квартире место, где оно не светит прямо в лицо, чтобы с вами немножко поболтать, потому что тема интересная, и она меня волнует. Я метеозависимый человек. Я не знаю, как вы реагируете на различные перепады давления, смену погоды, на магнитные бури. И вот сегодня я дождалась геомагнитного шторма. Я так иногда, когда на гесметио захожу, смотрю вот эту геомагнитную обстановку, и никогда выше двух, трех, по-моему, даже четыре редко, когда можно увидеть. Пять так вообще я ни разу не видела. А сегодня к вечеру будет шестерка. То есть геомагнитный шторм. Даже не буря, а шторм. Потому что несколько дней назад на Солнце были какие-то супервспышки. И вот они на Землю, свои там частицы, они летят к нам уже. И хоть Земля и защищена некой такой магнитосферой, которая предохраняет от всех этих влияний в космосе, но когда вот такое происходит, то в любом случае экстремальная ситуация, она, конечно, защитит нас, эта магнитосфера, но, очевидно, прогнется, продавится, как-то будет видоизменяться, и это все будет сказываться на нас, естественно, тоже. Почему снимаю это видео? Потому что хочется, чтобы вы отписались, как вы это ощутили, вот этот геомагнитный шторм. Очевидно, отвечать придется в комментариях завтра, потому что самый пик придется на сегодняшний вечер. Я почитала, как можно защититься, или, по крайней мере, немножко себя предостеречь, что у гипертоников может подскочить давление, а у гипотоников снизится. И на самом деле, не скажу, что я вот прямо специально следила за своим состоянием, но заметила, что последние два дня оно у меня сильно понижено, особенно к вечеру, и я ложилась рано-рано спать, уже где-то в 9 вечера, что для меня, ну, совершенно не свойственно мне. То есть я обычно ложюсь спать не раньше 12, а тут просто падала и засыпала, и решила померить давление, оно очень и очень было низкое. То есть какое-то уже сказывалось за два дня влияние. С вчерашнего дня у меня начала болеть голова, я пила таблетки от головной боли, и сегодня с утра у меня тахикардия. Сердце бьется как сумасшедшее. Хотя, конечно, рекомендуется в эти дни магнитных бурь гипотоником принимать что-то типа элеутрокока, но мне кажется, мне надо для сердца однозначно что-то успокоительное. В общем, что-то грядет интересное, потому что такого природного явления, ну, я не помню, честно говоря, чтобы такое вот было. И якобы их будет еще там несколько впереди. В общем, что-то с природой происходит. Конечно, мы и сами, наверное, виноваты люди, живя на земле, что мы довели эту бедную природу до такого. Я, кстати, подписалась на один канал, называется «База Икс». Ну, «икс» в смысле, крестик. И там подборки за неделю о всех природных явлениях такого именно катастрофического масштаба. Землетрясения, наводнения, цунами, там, торнадо, какие-то еще там вещи. Если кому интересно, то уже зайдите и будете видеть, что вообще происходит, потому что мы смотрим новости, иногда мы где-то что-то увидим, иногда не увидим. И нам кажется, что все в порядке. А если вы посмотрите этот канал, вы будете знать, что у нас вообще за неделю, каждую неделю, там понедельные такие подборки, что вообще происходит у нас на планете Земля. И можно будет ужаснуться тому, что на самом деле... Может быть, конечно, так всегда происходит, сравнивать сложно, но можно посмотреть, например, годичные давности подборку и сравнить, было ли настолько все плохо. В общем, сегодня ждем какого-то невероятного. Причем полнолуние же было где-то, или по крайней мере будет, потому что вчера засыпая, увидела очень луну такую, почти полную, может быть, и полнолуние. И все это в сочетании полнолуния, магнитный шторм. Доживем ли мы до завтра? Будем надеяться, что доживем, потому что на самом деле... Может быть, есть люди, которые никак не воспринимают эти явления природы, но есть те, кто очень зависимы, очень чувствительны. Поэтому если вам сегодня очень нехорошо и плохо, знайте, в чем причина. Это причина именно в этом геомагнитном шторме, полнолунии и всяком таком. А что происходило, даже интересно. Обязательно отпишитесь, напишите, и мы будем знать, так ли мы можем спокойно жить и не думать о том, что происходит вокруг, или все-таки нужно задуматься и быть внимательнее к тому, что вокруг нас, в нашем мире вокруг. Ну, вот так, маленькое, коротенькое видео, потому что у меня много всяких дел, и надеюсь, у меня хватит силы их сделать, и что-то потом покажу, расскажу. А пока с вами прощаюсь. Держитесь, мужайтесь. Сегодня будет трудный день к вечеру. Держитесь.